Васильев Кокушугум теперь настала очередь в Вольнянска. Председатель областной администрации продолжает совершать рабочие поездки по региону. О результатах последней командировки Александра Пиклушенко в нашем сюжете. Первая остановка председателя облгосадминистрации Яслисат Казучка, где в апреле этого года произошел пожар. С 15 ноября здесь ведутся ремонтные работы по восстановлению пострадавшей части здания. Для этих целей из госбюджета было выделено 2,5 миллиона гривен. Сегодня сделано около 70% работы. И уже после нового года 265 детей из южной части Вольнянска смогут посещать сад. Вольнянцы молодцы. Организовали работу, вы сами видели, в три смены. И я уверен, что к новому году этот садик будет совершенно отремонтирован. Этот садик примет своих деток. И более того, мы планируем там увеличить еще одну группу. У нас раньше там был уголок для животных. А сегодня есть потребность в городе Вольнянске для того, чтобы еще одну группу освоить. А вот посещением райотдела милиции председатель облгосадминистрации остался недоволен. Он пообщался с сотрудниками, посмотрел камеры для заключенных и условия работы вольнянской милиции. Те, в свою очередь, пожаловались на недостаток автомобилей. Их в райотделе всего три. И устаревшую систему связи. Вольнянские правоохранители не могут определить мобильные номера поступивших звонков. Мы максимально увеличим финансирование на средства связи, на автотранспорт, на оказание реальной помощи тем реальным подразделениям, которые борются с преступностью. Я думаю, что общими усилиями, если будет помощь еще и с областного бюджета таким образом, то я думаю, что райотдел немножко облегченно вздохнет при полной окомплектованности, при всех необходимых компьютеризаций, системах приема заявок и так далее. Также губернатор побывал на заводе по производству подсолнечного масла «Агропроминвест-08», который сегодня перерабатывает до 360 тонн подсолнечника в сутки. Директор завода Николай Яцук поделился с Александром Пиклушенко планами о внедрении альтернативного топлива на основе подсолнечной шелухи, применение которого, по его словам, будет обходиться в разы дешевле. Продолжение следует...